Добрый день, это программа Точка зрения. С вами я, ведущая Светлана Мелешко. Сегодня наш гость Константин Михайлович Кожевников, прокурор Липецкой области, кандидат юридических наук, заслуженный юрист России, советник, государственный советик юстиции 2-го класса. Здравствуйте, Константин Михайлович. Спасибо, что пришли, потому что это действительно для телекомпании. Вы первый прокурор, который, прокурор Липецкой области, пришедший к нам в студию. Спасибо. И повод, конечно, такой. 21 апреля у нас стартовал месячник, который называется «Вместе против наркотиков», и он до 21 мая будет идти. Вот уже неделя прошла, есть ли какие-то результаты? Да, есть уже результаты. Я бы хотел поблагодарить всех липчан, поблагодарить средства массовой информации, в частности вас, кто освещает эту акцию. Действительно, она с понедельника была организована. У нас уже поступило свыше 200 телефонных звонков от неравнодушных, инициативных граждан, для которых эта проблема, которая, можно сказать, не проблема, может беда, может постучаться в каждую семью, затронуть близких, затронуть соседей, родных. Вот свыше 200 звонков, и, значит, у нас где-то около 60 обращений письменных, анонимных, которых мы разместили, мы свыше 600 ящиков разместили в местах массового пребывания людей. Это в кинотеатрах, торговых центрах, спортивных комплексах, везде, где любой липчанин, житель области может направить нам заявление о том, нас интересуют там, где собираются наркоманы, там, где находятся притоны, там, где, не знаю, проходит канал поступления наркотических средств. А может быть, по мнению жителей, кто и, так сказать, занимается крышеванием соответствующего этого прибыльного бизнеса, коррупционных связей. И я в какой-то мере доволен активностью граждан. Прежде всего, этот месячник был направлен, он так и называется, в месте против наркотиков, для того, чтобы выявить, так сказать, латентность этой преступности, потому что наркомания, она весьма латентна, скрытая. И то количество, находящееся официально на наркологическом учете, он не соответствует тем критериям в области наркозависимости и состояния борьбы с этими направлениями. Вот это первое. Второе, это мы предлагаем по звонкам и оценить работу правоохранительных органов, сделать карту Липецкой области по проблемным адресам, районам. Ну и помимо этого, вот сейчас у нас уже возбуждено 31 уголовное дело, но это только первоначальный этап. У нас где-то около 60 материалов направлены по сообщениям граждан, по наших уважаемых лепчан, отправлены для проведения оперативно-розыскных материалов. То есть указывается адрес, анонимность обеспечивается, но по каждому обращению, которое мы достаем из ящика, либо получает с колл-центра, мы организуем полную всестороннюю объективную проверку. И по ним соответствующе принимается решение. Органы прокуратуры мы надзираем за проведение этих проверок. И здесь очень важно нам добиться выявления вот этих вот латентностей, возбуждения уголовных дел. И я надеюсь, что эти материалы, которые назначены оперативно-розыскные мероприятия, принесут дополнительный результат. Потому что притон, канал сбыта и поступления, он не выявляется за один день, за два дня. Вот мы месячных проведем, а результаты я ожидаю, наверное, через месяц-полтора. Я имею в виду выявление вот этих вот проблемных вопросов, которые связаны прежде всего с документированием, с фиксацией, с негласными мероприятиями. Поэтому вот мы объединение жителей Липецкой области, потом активизация работы правоохранительных органов. Вот прежде всего направлен этот месячный. Но там очень большой подраздел мероприятий, это профилактика. Там очень много спортивных, культурных мероприятий. Мы планируем в каждой школе провести родительское собрание. У нас будет районное, городское и областное родительское собрание, где мы будем приглашать представителей родительских комитетов, где будем показывать, демонстрировать, убеждать, иногда разъяснять, что такое наркомания, какая она болезнь, какая ответственность. И что нужно сделать для того, чтобы пресечь это раз. А второе, если кто-то отступился, что нужно сделать для того, чтобы они не боялись вот таких правых последствий, что вот если там, допустим, сын или кто-то, ну, приступил, что бывает такая ситуация, значит, все, наступают такие последствия, что, знаете, человека можно вычеркнуть из жизни. Нет, в данном случае есть мероприятия, которые направлены на реабилитацию. Вот мы активно будем привлекать и уже участвовать в церковь. Это создание церковно-духовных центров реабилитации. Это действительно нам необходимо, это делать общественной организацией тех же самих наркоманов, которые излечились, которых объединяют, тех людей, которые стали на путь, можно сказать, оздоровления и понимания, что такое это страшная болезнь. Они объединяют, лечатся, проходят курсы. Поэтому вот здесь очень много мероприятий, которые прежде всего связаны с фиксацией, активизацией проохранительных органов и профилактики. Ну и помимо этого, у нас уже 20 лиц привлечены к административной ответственности в виде ареста. Это потребители, с ними все работают, работают наркологи для того, чтобы убедить их добровольно лечиться. Ну и работают прокуроры для выяснения там, где он приобрел. Где это, да? Откуда началось? Да, приобрел эти наркотические средства. По уголовным делам, которых возбуждено, они носят распространенный характер. Это и попытка сбыта героина, это по поводу распространения наркотиков легких, это и произрастание дикорастущей конопли. Вот такие разные категории дел. Ну и печально, что, допустим, сегодня у нас установлен факт задержания подростка, который употреблял наркотики. И позавчера мы возбудили уголовное дело в отношении работника правоохранительных органов, который тоже, так сказать, баловался легкими наркотиками. Ну, это жизнь, понимаете, я о чем говорю, что эта болезнь... Месячник покажет реальную картину. Да, болезнь затронула все слои общества. И что печально, и дети, и работники. Поэтому он такой носит широкомасштабный характер. Но я надеюсь, как прокурор, на положительный результат. Результат будет в любом случае, наверное, только не совсем скоро. А тогда будет уже глобально видно, что происходит. Да. И все мероприятия, которые проводятся, оперативные правоохранительные органы, департаменты, культуры, образования, спорта, они проводятся согласно плана. Плана совместных мероприятий, которые мы подготовили. Этот план подписан главой администрации области Олегом Петровичем. Этот план мы рассматривали с депутатами на общественных слушаниях. И мне очень приятно, что органы исполнительной власти, депутатский корпус положительно отреагировали на нашу инициативу. И мы работаем не просто лозунгом, мы вместе. Видно, результат даже в магазинах висят плакаты. Я считаю, что на улице видно. Безусловно, да. Нам надо активизировать население для того, чтобы они помогли нам в этом направлении. Достичь положительных результатов. Вы знаете, я когда приезжаю в район, они говорят, ну вот я начинаю ездить. Кажется, Михайлович, да все же известно в районе, кто и что. Вот я хочу, чтобы нам помогли, чтобы не столько жителям стало известно, но и мне стало известно, где распространяется, где собирается, кто решует. Поэтому это вот акция, мы вместе. Ну карта будет составлена, я так понимаю, да, из всех этих сигналов, адресов и всего остального. А вот как вы думаете, наркомания не сдается, почему? Потому что люди не знают все-таки хорошо об ее последствиях, о том, что есть даже сейчас за употребление, да, меры ответственности, уж не говоря там за хранение. Одна из причин, да. Те, которых, вот знаете, мы, Усма, не проводили мероприятие, около 300 детей там, где были ребятишки с 14 до 16 лет, и родители. И когда показали этот фильм, ну, знаете, наверное, впечатления у них, когда уходили, немножко другие были. Когда ребенок видит на ролике, какие дети рождаются у наркоманов, ну, наверное, задумывается о том, что ее ждет будущее. Вот девочки выходили, она будущая мама, да, ей создавать семью. А ребятишки, которые мальчики выходили, они видели, как-то фильм демонстрировался, как мальчик, ну, в 14 лет, в течение двух лет, ну, так сказать, скончался от употребления наркотиков. И вот показали в течение года, там очень интересный фильм, там озвучивается собака, но человеческим лицом. Смысл о том, что даже собака понимает, что этого не нужно делать человеку. Ну, поучительные фильмы, и, наверное, вот это одна из причин, действительно, что люди не догадываются, что несет эта беда. А как детей, вот, не допустить, чтобы они пробовали? И когда я с ними разговаривал, говорю, вы думаете, что вы не вступите на эту тропу, так сказать, антиобщественных явлений? Да нет. Наркомания, она, понимаете, она берет, в первую очередь, это любопытство. То есть дети же любопытны, ну, давайте попробуем. Сегодня, значит, раз, два, три, и там ситуация осложняется. Третье, это реализация себя. Ну, подходят к нему подростки, знаете, она так вот, о чем из-за направления месячника? Это, может быть, опровергнуть, то, глядя, мотив о модности употребления наркотиков. Понимаете? Вот модно. Почему бы не я? Ты же наш человек, давай попробуем. Ты же реализуешься, пробует, понимаете? И вот здесь оградить их, это только в вопросах профилактики, показах этих фильмов, встреч с заинтересованными руководителями, которые могут показать и разъяснить. И очень важно это влияние семьи. Потому что, прежде всего, родители, которые заинтересованы, которые должны знать, какой возвращается дочь или сын. И, знаете, тоже, я вот очень часто встречался после родительских собраний с нашими дорогими родителями. Они не знают этой страшной беды, они ждут. Знаете, да у меня самый лучший сын, у меня самая лучшая дочь, да, это все мимо пройдет. Наркозбычек, он ищет благополучных. Да, чтобы у нас покупать. Тех, которых деньги получат, да, которых раз, два, три. И потом, он же, этот ребенок, уже за соответствующую дозу начинает распространять. Это прибыльный бизнес. А всегда наши же дети, они же самые лучшие. И как не верить? А когда, посмотрев это, и что, первый шаг, и какой последующий шаг бездни к смерти, то, наверное, знаете, даже весьма самый неравнодушный родитель задумывается, берет быстренько тест-полоски в аптеке или в нарколабораториях, они бесплатно выдаются, и для того, чтобы протестировать ребенка. Здесь очень велика отношение семьи. И даже если ребенок попробовал, ну, есть такие ситуации, здесь очень велика, мы разъясняем в технологических собраниях, велика роль семьи в восстановлении этого подростка. То есть мы рассказываем анонимность, мы рассказываем о правовых последствиях, и чтобы, главное, не испугать, чтобы он дальше не покатился, и мы потеряли этих молодых людей. Здесь роль семьи очень велика. Но вы знаете, иногда уже вот сейчас звонят, есть телефонные звонки, когда очень печально слышать, когда говорят, вот мой сын наркоман, я ничего могу с ним делать, он вынес все из квартиры, он никого уже не знает, и вот эти звонки, они печальны. Поэтому мы должны с вами все быть вместе для того, чтобы это у нас не происходило. Любой сигнал будет рассмотрен, даже анонимный, да? Да, у нас каждый звонок. У меня в прокуратуру поступают вот такие вот результаты работы, каждый район, каждые звонки, результаты проверок, привлечения к ответственности, результаты надзорной деятельности. А это звонки из колл-центра. Мы почему сделали этот колл-центр независимым органом? Потому что, ну, прежде всего, есть проблемы работы правоохранительных органов. Эти звонки должны принимать независимый центр, направлять по подведомственности, но органы прокуратуры должны оценивать работу правоохранительных органов. Мы должны каждый звонок принять, да. Есть вопросы, когда кто-то принимает, кто-то не выезжает. Есть различные проблемы, я не буду о них говорить, это материалы прокурорских проверок, коллеги, совещаний. Ну, недостатков, наверное, невозможно быть. Я не могу сказать, что все у нас хорошо. Вот. И вот эти результаты к нам поступают, мы их оцениваем. Вот. И вносим соответствующие коррективы. Помимо этого прокурор у нас занимается общинозорной деятельностью. Мы удаляем продажу табачных, алкогольных изделий от школ. Соответственно, действуют законодательства, учебных заведений. Мы выявляем тех потребителей, наркоманов, которые управляют автомобильным средством. Представляете, такое вот возможно, это же источник повышенной опасности, трагедии. Вот. Поэтому вот здесь мы тоже в своем направлении работаем. Ну, и в каждом районе проведены координационные совещания, где присутствовали главы городов, районов, правоохранительных органов. И они эту работу организовали, скондинировали. И подведение этого месячника мы планируем, конечно, после 21-го числа, с результатами работы правоохранительных органов, с проблемами, которые у нас есть в районе, и с противоречиями или недостатками работы в нормотворчестве, что нам не хватает на межрегиональном уровне, на федеральном. Поэтому будет большой пакет предложен органам исполнительности, законодательным. Ну, естественно, и правоохранительных органов по активизации, это работа. Ну да, такая работа вот на моей памяти, на телевидении, это, наверное, впервые. Так, чтобы все массово взялись и, может быть, сдвинут эту проблему куда-нибудь в сторону. Только мы, еще средства массовой информации. Все вместе, да. Без вас, ну, тоже нам сложно. Расскажите потом, конечно, чем это все у нас хотя бы на первое время будут результаты. А еще хотелось бы, конечно, поговорить не только на тему наркотического, антинаркотического месячника, потому что вы к нам пришли тоже впервые, и это все-таки хочу вас поблагодарить. Какие вот направления в деятельности прокуратуры сегодня все-таки наиболее приоритетны? Ну, это, прежде всего, борьба с преступностью, профилактика ее. Вот второе эти направления – это борьба, так сказать, организация надзорной деятельности по соблюдению трудового законодательства, земельного. Вопросы выявления коррупции, экстремизма, терроризма, антиобщественных явлений. Ну, прежде всего, мы строим работу плановое, смотрим проблемные вопросы в области, планируем свою работу. Ну, естественно, нам поступают задания из Генеральной прокуратуры, которых ссылаются на всю Россию, мы проводим проверки, соответствующие решения выносим. Ну, и вот, можно сказать, о приоритетных направлениях, ну, можно 30 минут говорить. Хорошо. Чем занимаются прокуроры? Тогда о конкретных вещах, которые, вот, насколько мы знаем, по нашим новостям, по нашим зрителям, обращениям, какие волнуют наших зрителей. Вот, ну, первая новость, которая прозвучала, когда вы начали у нас в Липецкой области работать, такая одна из наиболее новых – мобильные приемные. Это ваши новации, да? Да, это наши. Что они показали? Были ли они востребованы? Ну, вы знаете, мы, когда изучали, прежде всего, я хочу сказать, что жалобы граждан – это лакмусная бумажка, состояние законности, правопорядка в районе. И по анализу граждан, которых не обращается, можно видеть, есть порядок там в районе в городе или там в территориальном пункте, или нет. То есть там недорабатывают где-то правоохранительные органы. Либо там есть проблемы с заработной платой, с проблемных вопросов земельных, соблюдение земельного законодательства. А мобильная приемная, она позволяет мне выехать в район, ознакомиться с этими несоответствующими справочками, предлагается анализ, ознакомиться с работой, прежде всего, прокуратуры, просмотрения и обращения граждан. Для меня рассмотрение граждан – это, прежде всего, наверное, приоритетное направление, потому что работу прокурора в городах и районах определяют и оценивают жителей. Те, кто обращается, а если к ним, извиняюсь, равнодушие, и отыски, и всех остальных вопросов, то доверия не будет, и гражданин больше не придет. Поэтому здесь мы сориентировали прокуроров на четкое, всестороннее, полное, объективное рассмотрение и обращение граждан. И мой выезд позволяет мне оценить состояние этой работы в городах и прокурора, встретиться с гражданами. Напротив сидит прокурор района. В какой-то мере я учу, не учу, а говорю, о каких тенденциях и каких принципах должны соответствовать прокуроры при приеме граждан. Они иногда бывают первоначальными, даже мы там принимаем. Это первое, это научить, проанализировать. Мы потом соответствующее информационное письмо готовим, если выявляем там недостатки. Мы смотрим работу прокуратуры. Ну и второе направление, мы идем в органы исполнительной власти. Там, где мы проверяем работу, также по рассмотрению и обращению граждан. После этого я встречаюсь с главой, мы встречаемся потом с руководителем правоохранительных органов, суда, для того, чтобы разобраться в проблемных вопросах, что у нас есть в районах. Ну и вы знаете, в течение одного дня рабочего это приносит, на мой взгляд, положительный результат. Мы достигаем такого консенсуса, что граждане, обратившиеся в органы исполнительной власти, прокуратура, они должны быть выслушаны, и каждое обращение рассмотрено, и по ним должно быть принято законное решение. А если нарушены их права и интересы, то должны быть всесторонне защищены. Поэтому мы даже там принимаем некоторые кадровые дисциплинарные вопросы. Сразу видно в районе, как работает прокуратура, как работает правоохранительных органов. И мы в дальнейшем будем продолжать эту работу в мобильной группе. То есть еще не все районы вы... Нет, мы всего лишь три выехали. У нас, к сожалению, даже в такой очень участившейся ситуации раз в месяц я принимаю. Но вы знаете, в какой-то мере стереотип у жителей отпадает о том, что к прокурору области невозможно попасть. Я сам приезжаю. Хорошо. И значит, с какими же вопросами люди чаще всего обращаются? Даже, может быть, к вам. Трудовое законодательство, нарушение земельного законодательства, работа правоохранительных органов. Ну, очень много. То, что вы и сказали. Это, да, в Лебедянском районе, в последний раз мы были, в отделении земли мать, которая инвалид. Ну и мы, соответственно, сразу решение принимаем. Акты прокурорского реагирования в течение трех дней не прокурор докладывает о принятии соответствующих мер. Это позволяет дисциплинировать их работу и направлять о том, что я говорю, и направлять это движение приоритетным. А вот по вопросам с погашением задолженности по зарплате еще такие тоже есть у нас, даже некоторые крупные предприятия. Да, есть. Тоже что-то? Ну, у нас в какой-то мере была задолженность свыше 7 миллионов. Но сейчас мы с одним предприятием, так сказать, разобрались, и в результате актов прокурорского реагирования у нас задолженность около 5 миллионов, она снизилась. Но здесь принимаем мы целый комплекс мероприятий. Я вот к статистике первый раз обращусь, чтобы не обманывать. 90 представлений у нас в первом квартале внесено. 73 возбуждено дело административных правонарушений. Включено к административной ответственности и дисквалифицировано у нас два руководителя. 13 предостережений. В суд направлено 1014 заявлений на сумму 24 миллиона. Из них 804 уже рассмотрено и удовлетворено путем актов прокурорского реагирования. Свыше 16 миллионов мы возместили и вернули заработную плату людям, которых они своевременно не получили. Эта работа у нас приоритетная. Тоже является, потому что заработная плата, как жить, если не получает зарплату и содержать семью. То есть здесь социальные вопросы. Поэтому здесь мы комплекс мер принимаем. Это данные за первый квартал года? Да, это за первый квартал этого года. Поэтому здесь мы очень принципиально позицию свою отстаиваем. И горы и прокуроры каждый месяц у нас докладывают о проделанной работе. Поэтому еще раз говорю, что если у кого-то есть обращение, где происходит невыплата заработной платы, они к нам могут обратиться в интернет-приемную, на горячую линию, либо непосредственно в прокуратуру. Мы сделаем все возможное для того, чтобы восстановить нарушенные трудовые права граждан. Замечательно. Но у нас есть еще одно нарушенное право автовладельцев, которое буквально последние, наверное, 9-10 месяцев активно нарушается практически каждой страховой компании. Я не могу сказать, что всеми, но жалуются постоянно. Люди не могут купить полис ОСАГО автогражданской ответственности. И многим приходится обращаться, в том числе в прокуратуру. Наверное, каждый день жалуются купают. Ну, мало обращаются. Я могу сказать, что, может быть, наоборот. Я смотрел опрос, который проводил один из интернет-сайтов по Липецкой области. И там больше 30% заплатили страховку. А, то есть мало обращаются, что сразу соглашаются. А к нам всего лишь около 17% обратились в прокуратуру. Мы защитили акты прокурорского реагирования, приняли. Поэтому, еще раз говорю, обращайтесь. Но мы там тоже полностью комплекс мер принимали, и представление направляли, и привлекали к административной ответственности. Но в связи с продолжавшимися нарушениями, сегодня ряд крупнейших страховых компаний были приглашены в прокуратуру. Я думаю, что вы сюжет покажете. Кстати, ваш журналист сегодня был. И после вручения всем нарушителям предстережений о недопустимости нарушения закона, мы это все покажем, мы ждем о том, что они остановят свои действия. Но они ссылаются о том, что у них есть соответствующие поручения с Москвы. Ну и поручения с Москвы страдают лепчане. Поэтому мы сегодня вручили очередные предстережения. Хотя некоторые сказали, какая у нас добрая прокуратура. Нет, у нас есть порядок актов прокурорского реагирования. То есть представление, привлечение к административной ответственности. Сегодня предстережения. Мы их показали. Пускай страна знает своих героев. Ну, область их знает. Ну и ваш журналист поехал в страховую компанию. Сказали, что ее оформят без нарушения страховой полис. Видите, какая полезность. А как правильно автовладельцы подготовятся к этому получению ОСАГО? Ну, в данном случае, если есть проблемы, ну, надо планировать свою работу, конечно, по получению страхового, соответствующих документов. Есть вопросы, обращения в прокуратуру. Мы реагируем, защищаем. Можете зайти на наш сайт. Мы там все-все подробно рассказали. И даже у нас в рубрике «Важно», что нужно сделать гражданину, когда его понуждает нарушать закон. Ну, посмотрите, прочитайте. И в какой-то мере мы будем защищать. Что мы сегодня и сделали публично. Хорошо. Заместитель прокурора вручал предстережение руководителям страховой компании. Посмотрим, как все это изменится. Ну, надеемся на лучшее. В каждой из ноги за рулем. На прошлой неделе у вас в прокуратуре была коллегия. И один из вопросов, который был, в общем, один из, наверное, главных, посвящен вопросу борьбы с коррупцией. Ну, так, начало вопроса было открыто, а потом журналисты проводили. Я знаю, что и начали обсуждать, наверное, какие-то конкретные, может быть, меры, или, может быть, еще что-то. Вот что за закрытыми дверями в прокуратуре могут урековать по борьбе с коррупцией? Ну, тоже, конечно, эта проблема, она рассматривается и на коррадиционных совещаниях у главы области, с руководителями правоохранительных органов. Ну, и нам тоже, мы придаем этой работе важное значение. Ну, надо сказать, что мы за закрытыми дверями рассматривали проблему. Проблему выявления соответствующей фиксации материалов оперативных и направления их материалов для возбуждения уголовных дел. Мы там, естественно, говорили о проблемах, что нам мешает более активную работу вести по выявлению, так сказать, этих коррупционных проявлений. Но надо сказать, что мы только в первом квартале выявлено нарушение, связанное с нарушением законодательства в государственной муниципальной службе противодействия коррупции свыше 4 тысяч нарушений, только прокурорами выявлено. А протестованы незаконно-правовых актов 198, почти свыше тысячи внесено представлений, привлечено дисциплинарной ответственности где-то около 730, свыше 730, сейчас вот как на память помню, ну и 25 материалов возбуждено по материалам прокурорских проверок. Но эти уголовные дела, они, на мой взгляд, носят общественный резонанс. И я надеюсь на их дальнейшее успешное расследование. Поэтому мы здесь в этом направлении работу стоим системно, взаимодействие с органисполнительными властями. То есть эта работа также организована, как в других краях, областях. Хорошо, понятно, Константин Михайлович. У меня последний вопрос, потому что остается у нас чуть больше минуты. Вот вы человек в Липецкой области все-таки новый, полгода работаете у нас прокурором. Уже полгода, как будто вчера. Сложилась уже полная картина, полное представление о Липецкой области, и, может быть, на что-то пришлось особое внимание обратить. Ну, вы за минуту сможете ответить? Ну, как можно сказать, мониторинг законодательства, в какой-то мере вопроса связан с правопорядком, позволяет вывод сделать о том, что нормальная область. Я имею в виду, у нас нет, извиняюсь, таких ситуаций, в которых, ну, может быть, взрыв там социальных волнений. Вопиющих нет, да? Вопиющих, да. Слава Богу, нет у нас проявления экстремизма, терроризма. Акордиционный совет при главе области работает. Работаем с пониманием руководителей всех правоохранительных органов. Поэтому нормальная область, понимание. Есть, конечно, проблемы. Так что мне больше всего запомнилось, что у нас замечательные лебедянские яблоки, молочная продукция и мясная. Не в других регионах я такого не встречал. Попробуйте еще много за это лето. А вот в этом направлении есть, конечно, проблемы. Проблемы, в частности, те, которых мы будем решать сообща. Спасибо за ответ, Константин Михайлович. Спасибо, что пришли. Это была точка зрения Константина Кожевникова, прокурора Липецкой области. Всего вам доброго, до свидания. До свидания.